всем привет итак сегодня решил записать небольшое видео в котором я просто так сказать объясню в двух словах что такое инвариант иногда вы может быть где-то слышали такие умные слова инвариант и прочее так вот для тех кто не знает то я думаю это видео будет полезно и для тех кто знает думаю ничего нового не узнать и так in вариант что такое инвариант общее определение это свойство некоторого класса математических объектов остающиеся неизменным при преобразованиях определенного типа если брать область программирования то можно сказать проще инвариант это выражение определяющие непротиволечивое внутреннее состояние объекта инвариант класса это набор границ между которыми должны находиться данные в объекте чтобы они рассматривались в надлежащем функциональном состоянии но если своими словами с точки зрения реализации то можно сказать и так инвариант это функция которая проверяет правильность данных у объекта во многих случаях использование инварианта класса напоминает стандартную проверку ошибок которой данные проверяются чтобы убедиться что они находятся в указанных пределах или не имеют неправильных значений разница между использованием инвариантов классов и стандартной проверкой ошибок заключается в том что инварианты и утверждение используется для захвата ошибок которые не должны возникать если в коде нет изъяна другое отличие состоит в том что стандартная проверка ошибок не имеет тенденцию включать восстановление изменения в потоке управления программой тогда как результатом инвариативного сбоя должно быть просто завершение программ функции инвариант должна проверять целостность объекта то есть объект должен быть проверен на то имеет ли он смысл некоторые языки кстати имеют встроенную поддержку для определения границ данных но в большинстве языков такой поддержки нет и нужно написать этот функционал самому ну короче сейчас я покажу несколько примеров чтобы вы поняли данном случае это у нас язык c++ ну например рассмотрим первый пример данном случае у нас описана структура структура короче объекта будущего до позиции геопозиции у геопозиции есть долгота широта ну там еще высота и это убрал для простоты вот так вот смотрите один из вариантов пишем такую функцию чек инвариант который мы проверяем что широта она не может быть меньше чем минус 90 или больше чем 90 соответственно если каким-то образом сюда пролезут эти данные то это уже данные неправильные и объект неправильным ну или если говорить по ненашему невалиден вот соответственно то же самое происходит с долготой и эту функцию стоит вызывать в процессе работы но я вам скажу сразу ее стоит вызывать только в дебаг версии ну да на случай а серд в принципе вызовется только для дебага но варианты бывают разные и соответственно к примеру если вы там пишите функцию там у или будет сайт лонгит ютку грубо говоря что то вот такое то следует делать вот так короче вариантов как делать много самое главное чтобы вы поняли смысл а дальше чек инвариант короче самое главное что в дебаг версии либо же для этого может быть отдельная версия кстати кстати я же у меня же есть камера я могу включить камеру где она чик-чик вот она так вот тут самое главное понять смысл но я просто пару вариантов покажу и все а то как и где вы будете использовать это уже ваше дело все зависит от вас и вашего проекта так я очень прозрачен но ничего страшного вот поэтому поэтому обычно это в дебаг версиях либо в отдельных сборках каждый раз при работе с объектами при установке данных до так сказать просто этого не данных вызывается функции инварианта которые проверяют валидную правильность объекта и в дебаг версии ничего страшного нету в дебаг версии работает тестировщики постоянно данные меняются наполняются и т.д. и т.п. и вот на этом этапе если программа где-то упадет это будет очень хорошо потому что вы сразу будете знать причину то есть один из вариантов да вот такой просто сделать функцию чек инвариант второй вариант можно описать классец инвариант и дальше если у нас какая-то лабуда в данных та же функция чек инвариант она может просто генерить исключение вот в этом инварианте вы конечно же может описать имя или какой-то текст вот когда будете гене генерить исключение просто будете передавать там например что-то там что-то там информативное вот дальше когда будет вылетать по исключению вы будете понимать что произошло третий вариант да можно просто функцию извалит извалит и например аналогично в дебаг версии в дебаг сборки тут конечно же здесь уже нет ассертов ну как и предыдущем примере здесь будет работать как бы эта функция будет доступна в любой сборке ничего не мешает добавить макросы там дебаг там и т.д. и т.п. там или дебаг инвариант и все такое и проверять то есть можно просто обычной функции из валет и соответственно здесь при наполнении объекта проверять правильность ну и четвертый вариант 4 вот такой да ну как бы расширенный можно сказать первый вариант когда мы устанавливаем значение мы всегда дергаем функцию проверки валидности объекта правильности объекта вот данном случае а серд который будет работать только в дебаг версии вот соответственно соответственно вот надеюсь я проясню для вас что такое инвариант вот а может быть кто-то даже вообще узнал об этом только что так вот я думаю смысл вы поняли и все эти проверки нужны для того чтобы не было ситуации когда мы на меня ли в объекте данные до какого-то в до какого-то состояния до такого страшного что назвать данными это уже нельзя то есть это уже может быть каша какая-то и вот и ну как бы это я подытожила если при нагрузочном тестировании ваша программа падает из-за того что данные то тут то там выходят из-за границ то на стадии разработки это очень хорошо это очень быстро помогает устранить изъяны вашей ну и нашей программы вот и могу сказать что таким образом устранение ошибок и их нахождение проходит гораздо быстрее чем если бы мы забили на все эти инварианты и другие умные слова то есть на самом деле много разных практик существует вот это одна из них одна из практик то есть она не обязательно эти вещи могут прикрывать другие практики и все такое вот то есть не нужно забывать что помимо этих приемов есть еще множество других ну например там не создавать слишком большие классы чтобы потом для каждого там не создавать километровые функции которые будут проверять правильность объекта вот по хорошему классы надо большие классы на маленькие ну на меньше меньше на маленькие вот и когда множество небольших классиков есть то гораздо проще найти ошибку или все такое но на сегодня все обязательно подпишись поставь лайк ну если ты используешь варианты то обязательно напиши в комментарии вот я думаю об этом информация об этом будет полезно всем но как минимум даст понятие сколько людей используют такое умное слово ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставь лайк комментируем всем пока